Деградация Корейской Народной Демократической Республики проголосовала против проекта резолюции А-68 и Л-309 о заглавленном территориальной целостности Украины. В этой связи я хотел бы пояснить позицию КНДР. В том, что касается нынешнего кризиса в Украине, то он совершенно однозначно был спровоцирован Соединенными Штатами и другими западными странами и их вмешательством во внутренние дела Украины и пострекательством к хаосу и беспорядкам. КНДР, придерживаясь импрессиональной оппозиции, твердо выступает против и категорически отвергает любую попытку свергнуть законные правительства и общественный строй таким заговорческим образом, как вмешательство, интервенции, давление и так называемая цветная революция. КНДР уважает права крымского народа. Их выборы основаны на соблюдении принципа равноправия и самоопределения народов, предусмотренной в Уставе Организации Объединенных Наций и в иных документах о международном праве и положениях Соединенные Штаты и другие западные страны. Незаконным образом вмешались во внутренние дела Украины, занимаясь пострекательством к беспорядкам и хаосу, тем самым создав ситуацию нестабильности, насилия и внутриусобной борьбы между народами, проживающими в Украине, доведя это до крайнего уровня. В этом главная причина воссоединения Крыма с Россией. Господин председатель, Соединенные Штаты давно взяли на вооружение практику вмешательства в внутренние дела с уверенным государством с целью провоцировать хаос и кровопролитие с тем, чтобы добиться гегемонии над всем миром. Так, в частности, Соединенные Штаты безжалостно проводят политику навязывания санкций, блокады и изоляции в отношении КНДР, в то же время открыто угрожая нам военным мешательством. Кроме того, Соединенные Штаты вступили в заговор, так называемый заговор против прав человека, направленный против КНДР, доведя до крайней степени опасности ситуации. Все эти акты отвечают лишь отдельной цели Соединенных Штатов, западные страны удушить КНДР, попросту по той причине лишь, что мы не согласны с ними. КНДР отмечает, что воссоединение Крыма с Россией было осуществлено легитимным законным образом с помощью референдума, который основывался на свободном волеизъявлении крымского народа в соответствии с уставом Организации Минюхнации и правом на самоопределение. Исходя из этого, делегация КНДР проголосовала против проекта резолюции А-68-дропа Л-39 и подтверждает свою позицию несогласия с попытками свержения законных правительств и социального строя, соблюдение права и выбора крымского народа основанного на праве самоопределения народов, закрепленных в уставе Организации Минюхнации, Международном праве и других международных положениях. В заключении мы выражаем надежду на то, что нынешняя ситуация в Украине будет урагулирована справедливым образом с тем, чтобы установить мир и стабильность в ближайшее время в соответствии с пожеланиями и интересами украинского народа, а также международно признанными принципами и права, в частности принципам равноправия и самоопределения народов. Благодарю вас, господин председатель. Продолжение следует...